Утро начинается с машины и в ней так холодно, сейчас она прогреется. Я пойду в МФЦ, сдам документы. Кое-какие надо сдать. Посмотрим, что мне скажут. С 9 вроде бы работает. У нас в библиотеке. Я так рада, что теперь и в Санице ездим в МФЦ. Сейчас 5 градусов показывает и дождь у нас так резко полупил. Вообще мы даже с Гришкой испугались. Так интересно еду, а тут барашки бегут. Так здорово. Баранчики. Баранчики пошли куда-то пастись. Гляньте, как быстро побежали. Риша уезжает. Давай, собирайся. Пока, сынок. А телефон. Чей телефон? Мой. А он заряжен? А я могу его там зарядить. Где? У чё-то ТБР. Или у них электричества нет. Есть. А у тебя там же что-то там не звонит. Давай, надо что, узнать сначала, что не звонит, Гриша. Не, у меня писаться просто, не подключен. Мама. Давай. Что у тебя пишется? Что-что? У меня пишется не подключенную к сети. Ну надо ж посмотреть. Я не знаю. Надо же посмотреть, что. Может надо там деньги положить. Надо же баланс посмотреть. Что там? Не, баланс у меня вроде есть. А ты смотрел? Не, я не смотрел. Ты же говорила, что мне недавно уложила. Ну, Гриша, ну мало ли. Я с тех пор никому не звонил. Ну и что? Давай, где твоя шапка? Первый раз я уродила, но я включу. Угу. Мы уезжаем. И Гриша уезжает. И мама уезжает. Всё, поехали. Бери портфель. Антохи сейчас танцы приготовим. Вера повезёт его на танцы. Мама, я же у меня тоже. Григорий. Это родня. Там у него школьная. Надо будет её прогладить, потому что она бы так помялась. Ой, какой запах стройки. Как я его люблю. Я бы тут дышала и дышала, родня. Покажи мне. Это не наша, родня. Значит, это наша, но мы вам их отдали. Хотели отдать, да? Не хотели, но мы вам их отдали. Да? Поставь просто сюда. А тут поставь. Да. Так, мы вот проезжаем на западный обход, да? Здесь у нас открылась мультимедийный исторический парк. Вот называется «Россия. Моя история». Россия великая, наша держава. Вот эта красота. Понедельник, выходной, вторник, технический день. Начинает, получается, работать со среды этот парк. Вот мне прям захотелось сюда съездить. Ну, я так понимаю, как музей, там написано и про Рюриковичей, и про Великую Отечественную есть. Как это, выставки. Ну, они все интерактивные, компьютерные. Ну, всё так красиво, вот даже перед парком, посмотрите. Так что теперь надо в планы поставить сюда съездить. Потому что я даже не знала о существовании. Так, ну что, рассказывай, Сергей Алексеевич, когда ты меня привез. Я... Краснодар, центр Краснодара. Центр Краснодара. Там парковка, мы развернулись, едем обратно. Потому что, представьте, по такой грязи, потом идти до Экспограда. То есть, как бы на хуторе мы не позволяем себе такого удовольствия. Какой роскоши. Да, тут просто основная парковка, мы так понимаем, уже заполнена и закрыта, да? А эта была дополнительная, но она вся в грязи. Вот сейчас мы будем думать, что же нам делать. Что же делать, как бы быть, чтобы кого-то надурить. Сейчас я не знаю, да. Просто... Понятно, что надо было в 6 утра сюда выезжать, да? Угу. Тут явно всё закрыто, поэтому, в общем, забито, вернее, не можем нигде встать. Сейчас развернуться можно. А вид, конечно, классный, да? Такие тучи прям низкие. Красиво. Стройка. Ну, и тут всё забито, да? Ну, да, да, да. Ничего нет. Ну, да. Ну, так посередине, вот как ставят. Ага. Посередине, не вря. Ну, да. Не, ну, хорошо, что мы ещё на Ниве поехали. Да, в общем, припарковаться мы ещё никак не можем. Здесь очень много машин, очень много грязи. Ну, это ж агро, да, выставка? Хе-хе-хе. Жизнь должна быть грязь. Землю-то люди должны увидеть. Кто-то становится прям на газоны. Я смотрю, ну, так как-то жалко природу. Природу или газон? Ну, газоны люди, что старались всё-таки. Кто-то заехал на них просто машинами и всё. Тут всё уже стоит, вся сельхозтехника. Международная выставка. Юг Агро называется. Вот экспоград. Вроде бы уже перенесли на край, да, города. То, что раньше они проходили выставки на Зиповской. В экспоцентре. Вот уже вроде бы на краю, но всё равно. Машин много, мест мало. Тоже люди идут, походу, с выставки, да, с пакетиками. А мы вот второй круг дали. Я не знаю, что мы ещё на третий будем заходить. Да, ну, уже приехали. Хочется где-то. Не, ну, да, да, да. Вот здесь был бы проезд. Мы же на Ниве, да? Она здесь всё занята уже. Нет, кто-то он заехал, просто потом, как им выезжать. Да, никак. Когда здесь всё. Ну, да, ждать, пока здесь всё рассосётся. Не, вот здесь вот я согласна. Хоть тротуар идти, но там из грязи выползти. Это ж через чёрт. Я смотрю, мы не будем подыскать. Ну, здесь тоже грязь. Как бы место есть, но его вроде бы и нет. А вот есть место. Да, есть место. А вот, Даша, здесь. И вот, Даша. Ого, тут нет. Я просто хочу передо читать. Ага. Что-то там не это. Ну, вроде не сильно по грязи, да, будем? Да, посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим, да. Лишь бы ничего сверху не капало, а так меня всё устраивает. Краснодар. Мы можем сейчас оттуда по прямой выйти. Наконец-то мы дошли до выставки. Это что такое? Ну, ДТС здесь оставит. Ух ты, какая штука. Это что он делает? Да, да. Ещё и самовар. Так красиво. Тут глянь, как красиво с бантиком, да? Да. С бантиком. Да. Это для девочек. Да, скаут какой-то. Это кто, Россия? Да. Мы зашли внутрь. Теперь будем греться. Ну что, мы уже дома. Я, если честно, мы даже не заходили во внутрь выставки. Сержиня сказал, там опять трактора будут, там ничего для нас интересного не будет. И будут там всякие как болталки, да? То есть какие-то там мастер-классы, вебинары. Поэтому мы зашли внутрь, погрелись немножко. Вот, посмотрела, он там что-то по своей технике, по саду и всё. И мы поехали домой. Пробки, пробки были. В общем, давненько я и на Ниве не ездила. И вообще и по пробкам. Поэтому для меня меня даже немного прикачало. То есть сейчас меня Сержиня привёз домой. Я упаковала прянички. Вот жду, после пяти должны их забрать. Я поеду ещё в другое место, отвезу пряники. И наши дети все у родителей. И поэтому Стёпа Сержиня сейчас их заберёт. И будем все уже дома. Вот, пять вечера у нас. Всё готово. Пряники, кстати, на День бухгалтера. Читала в интернете, что кто-то отмечает 10 ноября День бухгалтера, кто-то 21. В общем, я вообще не бухгалтер. И даже не знаю, когда точно этот праздник. Кто когда отмечает. Вот, но вот люди на завтра заказали прянички на работу. Я всё упаковала. Получилась в такая вот коробочка. С валерьянкой. Вот, с калькулятором. И вот поштучно тоже прянички. Шесть штучек. С днём бухгалтера. Вот так вот, всё готово. Читаем. Всё готово. Да, ну а я это уже всё прочитала. Да, но только чуть-чуть не запомнила. Мы сейчас запоминаем, да? Это мои кутички машины. Где? Покази. Вон моя машина, вот там. А, да? Так, давай, Антон Сергеевич, про что это предложение? Не прошу. Давай, не балуйся. Давай, сейчас быстренько это запомним и всё. Там ветки. Ветку. Ну, что? Скакала. Кто скакал? Белка. Как она скакала? Как? Лаками свои. Там написано с ветки на ветку. Светки на ветку скакала, белка. Дальше читаем. Всё, хватит для себя. Нет, мы текст дочитаем. Ещё там написано, а заглавьте текст. Будем придумывать, про что этот текст. Мам, ну потом рисунок с красками. Отлично, хорошо. С тобой, чтобы красиво. С тобой, чтобы красиво. Угу. Это я. О, на, она, была. Дальше. 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 Не. Дальше. А чьи, интересно, кисточкой он красит нам стены? Вот, мы учили... Какую букву? Д. Д. Что писать? Покажи. Мамена покрасит. Что тут у нас, где звёздочки? Вот, видишь? Ага. Вот это всё было переписано. И всё, да? Ты всё сделал уже? Да. Это ты учитель Веры, да? Мы надели свет. Ну, давай теперь рисовать. Убери просто всё со стола, сразу сложи портфель на завтра, хорошо? Упс! Что? Ну, ладно, я этот... Что? Вот угадай, чего у меня нет. Я не знаю, чего у тебя нет. А я знаю. Чего? С. На руку с... Не знаю, стёрки. А чего? С. С. Не знаю. Мам, смерть. А где она? Теперь моя жизнь. Я её вроде брал. А где ты её делал? На ничё... Не у тёти. А где? Вера. А где? Я просто со школы, она же меня забирала. Угу. Ну, позвоним, узнаем. А со школы хоть ты её забрал? Да. Я со школы её забрал. Хорошо. Телефиры прям заходили, она не стала ждать. Она же не знала. Угу. Мам, завтра у нас что у нас? Да всё то же самое, да. Скажите, я скажу, что я не знаю. Мам, вы поставили звёздочки, где... Нет, там написано, что Тяна Владимировна сказала повторить состав числа. Вот сейчас она написала в WhatsApp кому-то повторить. Понимаешь? Нет. Так, всё. И вот это тоже убирай. Ты красками же будешь рисовать? Да, краски. Тяна Владимировна. Продолжение следует...